Наверное, один из самых популярных вопросов, хоть вы курите трубку... И не только трубку. Как выглядят лёгкие курильщика? Это очень болезненный, на самом деле, вопрос. Все те фоточки, которыми нас пугают в плане борьбы с курением, как правило, это либо изображение лёгких поражённых каким-то сторонним патологическим процессом, допустим, туберкулёзом, опухолью и так далее, либо в качестве сравнения лёгкие курильщика, лёгкие здорового человека берутся для фотографирования лёгкие человека, умершего скоропостижно, а такие лёгкие, полнокровные, отёчные, тёмно-красные, и лёгкие человека, умершего медленно, с периодом длительной агонии. И такие лёгкие, как правило, белые, пушистые и где-то даже привлекательно выглядящие. Я, например, при всём своём опыте и стаже работы на вид отличить лёгкие курильщика от лёгких не курильщика не берусь. И вы стали чемпионом Одессы по курению трубки даже. Ну, сейчас я уступил это место одной из своих, так сказать, подруг и коллег. Подруг? Женщина? Да. Сейчас чемпион Одессы и чемпион Украины, женщина. Проблемы с сосудодвигательными всякими делами, заболевания вроде болезни Рейно, это то, на что курение, да, влияет. Что касается лёгких, это под очень большим, с моей точки зрения, вопросом. Я, например, сигареты не курю, курю кальян. Я заметила, что у меня появилась отдышка. Это связано с курением или это такое уже накручивание, что если ты куришь, обязательно будет отдышка? Пост-хок, нон-проптер-хок, да, после этого не значит вследствие этого. Во-первых, нужно обследоваться, да, и посмотреть, а не является ли это ошибкой, вследствие какого-то просто заболевания. Второе, не является ли это отдышкой, вследствие некой детренированности, некой гиподинамии, да, накопившейся. Не является ли она симптомом какого-то, каких-то психологических проблем, да, это тоже часто бывает. Я курю более 30 лет, я начал курить, чем в школе, да, я курю много. У меня нет никаких рододышек. Опять же, это ни о чём не говорит само по себе. У меня достаточно скептическое отношение к всей этой пропагандистской кампании о вреде курения. Есть вещи гораздо более опасные и гораздо более распространённые, которые, тем не менее, остаются в значительно меньшей степени в фокусе внимания или даже вообще за фокусом внимания. Это что, алкоголь? Гораздо, да, гораздо больший вред, как прямой вред здоровью, так и косвенный вред, социальный вред человеку приносит алкоголь. Если с чем-то и бороться вот так вот решительно, с всякими ужастиками на этикетках, так это с алкогольными напитками, по крайней мере, алкогольными напитками такого широкого употребления, да, вроде водки и дешёвых вин. Это почему-то сфера не пользуется таким вниманием. Не менее, ну может быть менее, но тоже достаточно значительной опасностью для здоровья является еда. Несбалансированная еда, нездоровая еда, избыточная еда. В качестве примера, в девяти случаях из десяти, когда я вижу смерть сердечную, да, смерть вот острой сердечной, сосудистой недостаточности, это, как правило, человек крепкого телосложения, в девяти случаях из десяти я могу быть абсолютно уверен, что его желудок полон. Девять из десяти, по моему опыту, сердечных смертей происходят после плотной сытной еды. Почему об этом не говорить и в этом направлении не бороться за здоровье человечества? Вот вопрос.